Вчера был Новый год, с доктором Торсуновым и с его щекой. И когда был спектакль на сцене в Челябинске, я в это время давал консультацию. Кстати, артисты в основном из Екатеринбурга. Мои друзья помогали мне. Ну, кто-то из Краснодарского края, там раз разных мест. В это время одна девушка подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я когда-нибудь замуж выйду. Все очень сильно сосредоточено в замужестве. Видите, неправильное настроение сразу с самого начала. Я посмотрел на меня внимательно, еще раз все проверил, чтобы не обманывать человека. И увидел, что так оно и есть. Что человек имеет тяжелую карму, связанную с замужеством. Ей замуж выйти трудно. Нелегко. У нее тяжелая судьба. Вот эти узелки кармы, связанные с замужеством, очень много плохих. Они мешают выйти замуж. Когда она смотрит на мужчину, то он не хочет ее брать замуж из-за того, что из нее исходит такая сила изнутри. Не дает ей возможность выйти замуж, потому что она не хочет человека. Лошадь можно подвести к водоему, морду нагнуть, заставить пить невозможно. Рот закроет, будет фыркой. Так и мужика тоже. У нас год ложки. Или коня, да? Итак, смотрите, интересный момент. Я вот так вот начал внимательно смотреть на эту девушку и говорю ей, вам надо менять свое поведение. Вам надо учиться вести себя как женщина. Она говорит, Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции и учусь вести себя как женщина, но у меня не хватает сил так жить и так себя вести. Я говорю, стоп, хорошо. Тогда вам надо заниматься больше молитвой и духовной практикой, потому что когда у человека не хватает энтузиазма и сил что-то делать, это значит, что ему не хватает духовной энергии. Вот это силы, которые улучшают жизнь человека. Духовного влияния и духовного времени не хватает у этого человека. Он вдохновляет духовное время, дает силы жить. Значит, нужно больше молитвы. У меня нет времени. А думать о том, что ты не выйдешь замуж постоянно, каждую секунду, есть мимо? Есть. Ну, значит, никогда не выйдешь замуж. А что все-таки мне нужно сделать для того, чтобы выйти замуж? Я посмотрел на нее и сказал, вот сейчас прямо вам для этого меня внимательно нужно слушать, а не говорить свое что-то. Если вы пришли к старшему, к Энтенкарадску, я начала слушать. И я ей сказал то же самое, то же самое, ничего не придумывая, я ей сказал, вам надо совершать поступки, которые должна делать женщина. Дружить с подружками, заботиться обо всех, простить родителям, пытаться быть доброй, пытаться быть нежной со всеми, кто вас окружает. И она мне говорит, а меня никто не окружает. Я ей говорю, а для того, чтобы вас кто-то окружал, для этого вы должны поменять свое понимание жизни. Когда человек входит в какую-то духовную культуру, ведь я не акцентировал, в какую-то духовную культуру входит, сразу же он начинает общаться с духовными людьми.